Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. А сегодня у нас одна из моих любимых рубрик, когда я учу плавать подписчиков. В данном случае у нас прекрасная подписчица. Кать, привет! Привет! Ну что, ты готова? Да! Погнали? Погнали! Погнали! Как обычно, в своих соцсетях я разместил инфу о том, что ищу человека, которого я буду прокачивать за одно занятие. И мне написала Катя. Да? Кать, я не знаю, как ты плаваешь. Как ты плаваешь? Мне кажется, я хорошо плаваю. И я плаваю почти каждый день. Или через день. Но у меня очень много ошибок, и я не могу соединить руки с ногами. Вы что-нибудь поняли? Я тоже ничего не понял, но понял, что плавает через день, очень много ошибок, и не может соединить руки с ногами. И, наверное, у тебя нет техники. Нет. Так, что мы сегодня будем делать? Сейчас мы посмотрим, как ты плаваешь. Дальше мы выявим твои ошибки, и в конце у тебя будет экзамен. Да? На этом экзамене, если ты его сдашь, я подарю тебе сочную, мощную вот такую шапку. После экзамена. Готово? Да. Погнали? Погнали. Вообще, я забыл сказать, что Катя прекрасная спортсменка, комсомолка. У нее две прекрасные дочки, да? Да. Да. Малышки. Две малышки. И что ты делаешь в жизни? У меня агентство кейтеринга, мы устраиваем банкеты, фуршеты. Короче, всех кормите. Кормим, да. Вот если вас надо накормить, пишите Кате, она вас накормит. Много народу может покормить одновременно. В общем, Катюш, на первую дорожку. Сейчас мелкий уйдет. И один бассейн, ты должна просто проплыть, как ты умеешь плавать. Все тут не глубоко, мелкая часть. Залезаешь и проплываешь, только вот ребенка не за день. Ребята, я вам, знаете, что хочу сказать? Она нормально плавает. У нее, конечно, есть ошибки, но мы сейчас будем исправлять. Катя, в общем, смотри. Со стороны плывешь ты сильно круче, вообще плывешь, чем я думал. Но есть одна большая ошибка, ты очень сильно торопишься. Это получается потому, что ты чистишь руками. У тебя нет скольжения. У тебя, если мы медленно посмотрим, рука рано выходит из воды. То есть она должна вот здесь за попой, ближе к колену выходить. Вот, а у тебя, получается, она рано выходит. Соответственно, другая рука тоже. И есть ошибки вначале в виде елочки. Видишь, эта рука уходит за ось. Левая должна левее, а уходит вправо. Вот, в целом, мы сейчас посчитали, у тебя получилось 28 грибков. Это очень дофига на 25 метров. То есть у тебя получается один грибок меньше метра. Эффективность плохая. В нашей сегодняшней цели твой экзамен будет выйти на отметку в 20 грибков. Катя сказала, что она очень сильно устает, когда плавает. Отвечаю. Это происходит из-за того, что ты сильно торопишься. У тебя довольно хорошая плавучесть. Из-за того, что ты очень часто работаешь руками. 28 грибков на 25 метров ты просто устаешь. Надо стараться плыть. Чем меньше грибков, больше эффективность и меньше уставания. Сегодня мы будем с этим работать. Сейчас первое задание. Мы будем с тобой вытягиваться. Возьмем дощечку и проплывем 4 бассейна на ногах кроль. Ножки будешь тянуть как можно дальше и вытягиваться. Вдох, опустила голову, выдох, выдох. Так 4 раза. Молодец, тянись. Я специально дал поработать на ногах для того, чтобы мы вытянулись. Катя немножечко успокоилась и почувствовала свое тело. Катя, сейчас делаешь 5 выдохов. Вдох, можешь держаться за бортик. Опустилась, выдох под воду. Спокойно. Вдох, опустилась, выдох под воду. Прям выдыхай. Собственно, как я и говорил, девушки, как правило, себя недооценивают. Потому что Катя довольно хорошо плавает. Есть ошибки, будем исправлять. Катя, голову ниже. Голову ниже. Вот так. Молодец. Супер. У тебя очень круто получилось сейчас поработать ногами. В следующем упражнении мы будем также продолжать вытягиваться. Что будем делать? Уберем дощечку. Наши руки будут стрелочки. Мы будем толкаться от бортика и скользить как можно дальше, пока не начнешь тонуть. У тебя будет 5 попыток. И на каждой попытке я буду класть отметку. Ок? Главное, помни, что надо тянуться вперед и немножко придавливать грудь. Это упражнение на баланс. Ок? Неплохо, молодец, только могла еще проскользить. Рано остановилась. Давай, давай. Опять рано остановиться. Катя, не останавливайся, можешь еще пройти. Можешь еще дальше. Вот, давай, пока не врежешься или пока на дно не ляжешь с животом, раньше не останавливайся. вот давай 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 здорово здорово очень здорово молодец теперь посмотри результат видишь и у тебя еще две попытки из-за того что катя торопится в жизни ну скорее всего она и торопится в плавании это прям видно вот сейчас она перестала торопиться ее результат сразу уже около 10 метров скольжения давай 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 Еще, еще, молодец, еще, здорово, 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 еще, держи, 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 есть середина бассейна, молодец, здорово, очень круто, смотри, подходи сюда, это середина бассейна, то есть, если ты видишь, дальняя фишка первая, это метров 5, наверное, сейчас 12,5 метров, ты ничего не делала, в обоих ситуациях ты просто толкалась, то же самое в плавании, если после каждого грибка ты будешь стараться проскальзывать, то ты будешь легко проплывать, вот сейчас ничего не делай, ты проплыва по полбассейна, ок, спокойно возвращаемся. Следующее упражнение мы будем плыть с дощечкой, давай руки, представь, что здесь дощечка, голова опущена, мы с тобой делаем, раз, руку оставили, два, поворот, вдох, три, закрыли голову, четыре, вернули руку и ногами, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пауза, 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 два, руку за голову опустили, три, руку закрыли, четыре и пауза, раз, два, три, четыре, пауза, 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 Катя, пауза забыла, конечно, когда две руки, прям пауза, поехали. Раз, два, три, четыре, пауза, не торопись, вот это не мешает тебе прогрессировать, раз, два, три, четыре, круто. Кать, все супер, молодец, хорошо шла. Ну, сбилась, сбилась, обнулилась и продолжаешь. Между каждыми подходами обязательно нужно делать выдохи в воду для того, чтобы восстановиться и переключиться. Следующим заданием мы с тобой поработаем то же самое, что мы сделали доской, только будем делать без доски. Твоя задача не торопиться и сохранить раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Здорово, здорово, раз, два, три, четыре. Молодец. Смотри, вот, иногда не хватает в этом случае, ну, вообще поворачивай корпус. Поверни корпус, подыши сколько надо, потом верни. Да, корпус поварай, плечо в потолок поверни. А так молодец, очень хорошо начало. Вот. Смотри, мы заметили, что у тебя есть ошибка, когда ты поворачиваешься, вот в этой второй фазе ты тонешь. Сейчас мы ее локально проработаем. Что будем делать? Четыре бассейна, у тебя есть колобашка, ты берешь ее в руку, руку опускаешь, и мы плывем на груди. Повернулась, вдох. Повернулась, выдох, выдох, выдох. Повернулась, вдох. Учимся вращаться вокруг себя. Старайся сильно на нее не давить. Это просто тебе ориентир, где должна быть рука. В основном мы лежим за счет груди. Вдох, убрали, пауза, пауза. Обратно другую руку. Мы сделаем это упражнение и потом будем летать. И расслабь руку. Переднюю руку расслабь. Переднюю расслабь ее. Расслабь ее просто корпусом больше. Очень важно проработать фундамент, чтобы какие-то моменты, которые обычному человеку кажутся ерунда. Когда мы их сейчас проработали, вот Катя стала вторую фазу делать здорово, то она хорошо в координации в целом сейчас поплывет, потому что она уже не проваливается. Сейчас мы повторяем предыдущее упражнение без доски с паузой. Грибок, подышали, убрали. Пауза, пауза, грибок. На раз, два, три, четыре. Ну то, что мы умеем. Сейчас тебе будет легче. Вот запомни это ощущение. Раз, два. Ой, ну так хорошо начала. Ну давай, давай, давай. Не ожидалось, что так уверен. Раз, два, три, четыре. Молодец. Раз, два, три, четыре. Молодец. Катя, не торопись, еще мягче, еще спокойнее. Смотри, плавание это отработанный грибок, который мы просто максимально раз повторяем и копируем. А у тебя один такой, один такой, нет. Отработаем сейчас и потом будешь просто на автомате их повторять. Я сказал ей одну фразу. Катя, плыви по-раздолбайски. И видимо она ее выключила, она перестала волноваться, перестала о чем-то думать. И смотрите, как легко она начала плыть. Прям вообще не торопится. Вторая фаза уже не проваливается. Хороший вдох. Успеваем. Да, есть немного огрехи в ногах, но ничего страшного. Молодец. Мы сейчас с тобой усложняем. Сложное задание. Если сейчас ты плыла, дышала на каждый грибок, сейчас мы будем дышать в одну сторону. Допустим, грибок влево вернула, вправо полный цикл делаем без грибка. Влево подышала, руку вернула, вправо полный цикл. Именно на той технике, как мы сейчас отработали. Не вспоминай свою привычку. Окей? Давай. Не спеша. Подышала, вернула. Левый, полный круг. Молодец. Подышала, вернула. Левый, полный круг. Молодец. У тебя руки были соединены. А теперь одна рука здесь, вторая здесь. Ты плывешь. Тебя в какую сторону должен дышать? Ту? Да. Ну, начни тогда вот так. Плывешь, да? Плывешь, плывешь, плывешь. Повернулась, вдох. Опустила голову. Раз. Два. Пауза. Ногами плывешь, плывешь, плывешь. Вдох. Подышала. Опустила голову. Раз. Два. Поняла? Да. Раз. Два. Три. А где дышим? Вдох. Раз. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Сейчас у нас будет экзамен. Перед этим я хочу сказать, что наша цель была вытянуть Катю, немножко ее успокоить и особенно почистить количество грибков, потому что было больше 28 грибков. Сейчас наша задача выйти из 20 как минимум. Вот. Возможно, на экзамене вам может показаться, что она будет плыть как-то криво. На самом деле это просто обман зрения, потому что она будет плыть спокойно, она будет плыть, вытягиваться и вкладываться в каждый грибок. То есть каждый грибок, я считаю, надеюсь, что у нее будет прям качественный-качественный. Но мы сейчас посмотрим. И вообще на будущее в заплывах и в том числе тренировках на больших дистанциях, она в этом новом стиле будет меньше уставать, чем плавала до. У нас сейчас с тобой экзамен. Я буду идти и считать грибки. Там мы с тобой остановимся и посмотрим результат. Ну что, готовы? Я желаю тебе удачи. Поехали. Ребят, считаем все вместе. Раз. Два. Три. Посмотрите, как тянется. Четыре. Пять. Шесть. Молодец. Семь. Восемь. Здорово. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать грибков. Катя, ничего страшного, ты сделал двенадцать грибков, я тебя поздравляю. Очень круто для первого раза, для первой правильной тренировки, это очень здорово. Я, конечно, понимаю, что ты еще ничего не понимаешь. Она ничего не понимает, она ушла на дно. Но в целом, сделай, пожалуйста, пять пузырей и давай еще раз закрепим этот экзамен. И оп. Сейчас мы решили поплыть без пауз. Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Здорово. Четырнадцать. Пятнадцать. Двадцать. 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 Так. Но это уже потихонечку, потихонечку мы начинаем управлять, плавать по-взрослому, потому что сегодня мы дышали в одну сторону, в следующий раз будем дышать уже в две стороны, а это сложно. В любом случае Катя большая молодец. Кать, у нас закончилась тренировка Ты сдала экзамен Причем дважды его сдала Я тебя с этим поздравляю Спасибо Вначале ты очень сильно торопилась И как-то куда-то спешила У тебя были какие-то кривые грибки, если ты помнишь Потом к концу мы вроде вот растянулись И мой эстетический тренер Внутри мне сказал, что ты неплохо поплыла Что у тебя по ощущениям? Мне очень понравилось Это то, что ты не устаешь, когда плывешь Прямо прекрасненько И вот это вот скольжение, прям замечательно Твой результат был вначале 28 грибков Потом ты проплыла за 16 грибков Это очень круто И как я обещал Как я думал, я потерял Ты получаешь супермодную шапочку свинок Это тебе Спасибо Друзья, ну а на этом все С нами была прекрасная Катя И Никита Кислов Ставьте колокольчики, лайки Подписывайтесь на канал Правильно И пишите комментарии, как вам вообще зашло, не зашло И, кстати, не забудьте подписаться на мои социальные сети Если хотите в следующий раз участвовать в этой рубрике Ну а на этом все Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok